Пресс-конференция Принять в этой конференции участие представителей комиссии 2 мая, для того, чтобы высказать позицию членов комиссии по ряду вопросов, которые будут затронуты во время первой части пресс-конференции. Значит, первым у нас будет говорить Арсен Григорян. Я хочу сразу пояснить, что Арсен главный участник всех вхождений представителей Майдана на Куликовое поле и противостояния майдановцев на Куликовом поле с антимайдановцами. Значит, я не являюсь тем, кто ходит на Куликовое поле по ряду соображений, но я хочу, чтобы позиция Арсена была озвучена, а потом я объясню, что я хотел сказать по поводу этих событий. Все, я предоставляю слово Арсену. Арсен, пожалуйста. Добрый день. Я хочу прежде всего подчеркнуть, что наши походы на Куликовое поле являются ответом на те собрания, которые осуществляют на этом же Куликовом поле представители антимайдана. Официально организаторами, которые ведут это Куликовое поле является «Голос Одессы» и так называемый «Совет матерей», в частности, Ибрагим Моррис и Виктория Мачулко – это основные организаторы. Еще раз подчеркиваю, мы появляемся там только тогда, когда организовываются провокации куликовцам. В частности, недавняя провокация, которая будоражила Одессу почти в течение месяца с так называемой фейковой выставкой «Одесская хатынь», недавняя провокация, которая планировалась на 2 ноября с попыткой прорыва в Дом профсоюзов, без объяснения, зачем им вообще это понадобилось, с попыткой привести на эту провокацию тех подследственных по делу 2 мая, которые находятся под домашним арестом. Почеркну, что это было бы нарушением режима содержания под домашним арестом. Все те сведения, которые поступали к нам через неравнодушных одесситов, мы передавали в службу Беспоки Украины и прокуратуру. Надеюсь, что в немалой степени и это помогло предотвратить конфликт 2 ноября. Так называемая фото-выставка «Одесская хатынь» привлекала внимание не только наших активистов, но и представителей группы 2 мая. И мы организовали акции, привлекали к этому процессу внимания местных органов власти. Хочу еще раз подчеркнуть, что наши походы туда являются ответом на провокации. Мы стремимся противодействовать разжиганию розни. Здесь нет никакой попытки оказывать давление или унижать так называемых родственников погибших. К слову, кроме так называемых родственников, активистами Куликового поля являются те же Ибраги Моррис и Мачокры, которые не имеют никакого отношения к погибшим. Нена Хачиновская и им подобные. Это персонажи, которые параллельно с Куликовым полем появляются и на судах по 2 мая, в частности в Малиновском суде. Представители СМИ, в частности Пятого канала, могут подтвердить то, что я сейчас скажу. На последнем судебном заседании, которое проходило 6 ноября от имени Куликовцев, одна из фамилий была названа некто Милев, он считается родственником одного из погибших, выступили с инициативой выпустить под домашний арест оставшихся заключенных, в частности, Олега Долженкова, более известного как капитан Какао. Напомню, что именно Какао зафиксирован и на видео, и на фотографиях по событиям 2 мая 2014 года, причем не на Куликовом поле, а в центре Одессы, по тем событиям, с которых и началось 2 мая, с нападения на мирный марш. Долженков и его подельники находятся под судом. И именно так называемые родственники погибших выступают за то, чтобы эти люди вышли на свободу. Зачем? Если, еще раз подчеркиваю, если они приходят на Куликово поле для того, чтобы помянуть, то ни в коем случае они же не должны быть заинтересованы в том, чтобы срывались суды, в том, чтобы главные обвиняемые уходили от ответственности. Напомню, что, к сожалению, процесс по расследованию 2 мая затянулся более чем на полтора года. Кто в этом виноват? На мой взгляд, вину должны были бы разделить между собой и органы следствия, и одесские органы власти, и представители Куликового поля. Органы следствия за то, что они провели расследование, мягко говоря, топорно, не были установлены организаторы этих событий, не были привлечены в уголовные ответственности представители милиции, соучаствовавшие в этих событиях. В частности, удалось сбежать в Пучи-Джи. По тому процессу, который сейчас проходит в Малиновском суде, вообще Пучи-Джи проходит как потерпевший из-за того, что у него было болевое ранение руки. Те доказательства, которые были собраны, надеюсь, в дальнейшем будут оглашаться, может быть, и помогут изобличить всех преступников. Но пока что так называемый обвинительный акт, который зачитывается по каждому из подсудимых, написан под копирку. Одни общие фразы, попытки привлечь, кроме капитана Кокао, всех остальных подследственных, под групповое преступление. Не фиксируется преступление, совершенное в отдельности каждым из подсудимых. Это результат так называемой работы следствия. Что касается ответственности наших властей, в первую очередь бывшего состава Горсовета и персонально Геннадия Труханова. За эти полтора года и мы, общественники, и представители группы 2-го мая неоднократно выступали перед органами власти с требованием прекратить провокации. В частности, тогда, когда принимался так называемый проект вшанувания памяти жертв 2-го мая, мы подчеркивали, что как минимум до тех пор, пока не завершены судебные расследования, этот проект не рационален, он может только привести к дальнейшему разжиганию розни. Мы выступали совместно с группой 2-го мая против провокационной фотовыставки Одесская Хатынь. К сожалению, городские власти к нам не прислушивались. Приходилось поднимать прессу, приходилось обращаться даже к главе Одесской облагосадминистрации Саакашвили, который, в общем-то, мог бы сказать, ребята, это ваши одесские проблемы, они меня не касаются. Городские власти, которые несли ответственность перед 2-го мая 2014 года за то, что не была предотвращена бойня, городские власти, которые несли непосредственно ответственность за соучастие в этих преступлениях, я не голословен, в прошлом составе Горсовета были депутаты, которые принимали участие в событиях на Куликовом поле. Были обвинения персонально в адрес Труханова. Городские власти тогда ничего не сделали для предотвращения этой катастрофы и для предотвращения дальнейших провокаций. Очень надеюсь, что нынешний состав Горсовета, хотя он и не является идеальным, удосужится обратить внимание на эту проблему и попытается хотя бы снять тот очаг напряженности, который сохраняется в Одессе. Это же должно быть. И целью Геннадия Труханова, если он действительно считает себя мэром Одессы, мэром всех одесситов, В завершение хочу прокомментировать то, что произошло 2 ноября 2014 года. На сепаратистских ресурсах публиковались обвинения, что якобы активисты, в том числе и активисты Автомайдана, нанесли моральный урон жертвам, родственникам погибших, что были оскорблены их чувством. Я был 2 ноября на Куликовом поле. И несмотря на то, что у меня персональные были проблемы и с тем же самым Евгением Резвушкиным, и с представителями РГБ и самообороны, хочу подчеркнуть, никаких провокаций, никаких оскорблений не было. Более того, все выступления, которые звучали, все те музыкальные ролики и видеоролики, которые демонстрировались, были выдержаны очень умеренном томе. В том числе и обращение Евгения Резвушкина к так называемым «мамочкам погибших». Ни в коем случае никаких матерных выражений, никаких нецензурных, оскорбительных выражений не звучало. Это была попытка достучаться до их сознания. То сознание тех, кем в продолжении более чем полутора лет манипулирует, разжигает в Одессе рознь. Очень надеюсь, что сегодняшняя пресс-конференция поможет снять эту напряженность, поможет достучаться до людей и до органов власти, и до одесситов. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, я хочу сейчас высказать свое очень короткое отношение к событиям. Я хочу сейчас высказать очень короткое свое отношение к событиям. И, в принципе, я говорю, что мы не согласовывали позиции выступающих здесь. Поэтому я даже не знаю позицию Владимира. То есть знаю позицию, но это каждый будет говорить по-своему. Я хочу обратить внимание, что, на мой взгляд, вот эта вот игра с лозунгом «Одесская хатынь» — это вообще кощунство. Дело в том, что те, кто играют в эту игру, хорошо знают ситуацию. Комиссия 2 мая достаточно подробно опубликовала весь ход событий. О том, как люди там оказались, как произошел пожар, какое отношение к этому. То есть на самом деле говорить вот этот лозунг «Одесская хатынь» — это типичный советский прием игры в Павлика Морозова. То есть создается, придумывается лозунг, под этот лозунг стараются очернить, абсолютно заставить человека вызвать у него реакцию, прямо противоположную тому, которая должна быть в этой ситуации. То есть на самом деле больше лжи, чем сказано в этом лозунге, трудно себе представить. Просто трудно себе представить. И вот я знаю, что очень многие представители Майдана просто стараются не говорить об этом. Но я считаю, что нужно говорить. Лозунг «Одесская хатынь» — это кощунственное топтание на крови, не имеющее ни малейшего отношения к реальной правде. Это именно, вот именно вот это есть топтание на крови. Вот этот лозунг. Вот именно это есть. Вообще говоря, на мой взгляд, это вопиющее кощунство. Вопиющее циничное кощунство. И вот мне кажется, что авторы того, кто это делает, сознательно, сознательно двигают этот лозунг, заставляя вызвать максимальное чувство ненависти. Поэтому в свое время я был, подписывал заявление о том, что требования категорически не должны этот лозунг вообще звучать. Я прекрасно понимаю и сочувствую. Я сочувствую людям, которые погибли в этой трагедии. Тут даже нет вопросов об этом. Сочувствую матерям, у которых погибли дети в этой трагедии. Тут даже вопросов нету совершенно. Для меня нет вопросов. Это трагедия. Но то, что происходит с лозунгом «Одесская хатынь», это не попытка вспомнить погибших. Это попытка создать ощущение хаоса и ненависти, не имеющее ни малейшего отношения к памяти погибших в этот день. Ни малейшего отношения. А наоборот, попытка вызвать новые жертвы. У меня просто слов нету, чтобы описать то ощущение мерзости, которое связано для меня с этим темой. Я прошу прощения. Владимир. Поделим немножечко то время, которое мне выделили. Поделим на две части. Во-первых, текущее состояние. Но, скажем так, я категорически не поддерживаю любые акции на колебовом поле. Ни с одной, ни с другой стороны. Ни в качестве неиницирующих, ни в качестве ответных. Хотя бы потому, что, на мой взгляд, это мое личное впечатление, и те, и другие акции, они инспирированы третьей стороной только для того, чтобы дестабилизировать очистку в городе. То, что я говорю, инспирировано, это не обязательно, скажем, оплачено обе стороны. Нет, но одна из сторон, допустим, может быть, скажем так, инициатором проведения акции, вторая поступает вынужденно в своей парадигме мышления. И в результате получается такая очень неприятная история. Я категорически не согласен с тем, что виновны в этом, в том, что происходит на Куликовом поле, виновны городские власти. Это не в их ведении, не в их компетенции, ни силовой блок, ни целевое использование Куликового поля не являются компетенцией городских властей. Я считаю, что продолжающиеся и усиливающиеся акции на Куликовом поле прежде всего свидетельство импотенции областной власти, полной управленческой импотенции. Более того, в мае месяце, когда поднимался вопрос, во 2 мая и о Куликовом поле, один яркий лидер обещал, что в течение месяца он решит вопрос о переводе в здание Дома профсоюза штаба военно-морских сил Украины. Что-то я не слышу ни одного движения. Это упрек господину Саакашвили, прямую, который занимается политиками, с тем, что занимается областью, и безопасностью области, областной и городской громады. Это в его ведении. Что касается мнимых родственников, тут я совсем не соглашусь. Упоминаемый им господин Милев. Он действительно является братом Бадюша. Это что касаемо обвинений в адрес нашего любимого всеми мэра Геннадия Труханова, роль его в событиях 2 мая по крайней мере на текущий момент не ясна никому, не следствию, не в группе 2 мая. Это я могу сказать с полной ответственностью. Ну и кроме того, на 2 мая он не был ни депутатом горсовета, ни мэром, тем более. Помните, да? Мэром он был избран 25 мая 2013 года. Теперь, что касается Одесской Хатыни. Очень коротко. Я согласен с Леонидом, этот термин эксплуатируется в гнусном смысле. Более того, этот термин такая же ложь, как ложь и сама история Хатыни. В этом плане они похожи. Дело в том, что на самом деле как нам преподносилась история Хатыни, помните, да? Ну, с детства все мы знаем. В мирную деревню ворвались каратели. Сначала говорили фашисты, потом говорили полицаи украинские. Ворвались, сожгли мирных жителей. Вот так вот из того не силы. В рамках карательной акции. На самом деле все было не так. На самом деле конфликт был инициирован партизанским отрядом «Мститель». Имеется доклад командира этого отряда по поводу того, что две роты его отряда совершили засаду, напали на полицейский конвой. И после перестрелки, после отхода по любимой тактике советских партизан закрепили, отошли и закрепились в мирном селе Татыни. Селе, которое занималось лесозаготовкой. Заняли круговую оборону и в результате так сказать последующего боя прорвались с боем, отступили, а естественно во время боя село было сожжено, разбито, причем бой был достаточно тяжелый, с обеих сторон применялись даже тяжелое пехотное вооружение, со стороны так сказать вот этих двух род партизан применялись минометы, вот, а со стороны эсэсовцев даже была вызвана подмога в виде двух единиц ствольной артиллерии. То есть на самом деле мирные жители были взяты по сути в заложники и как за всю историю Великой Отечественной войны расплачивались за вот такие вот бездарные действия так называемых партизанских отрядов. Более того, сама история Хатынь, вот такая раскрученная медийная, началась в 70-х годах. До того этой идеи мне не было даже на карту. Ну и самое интересное заключается в том, что по официальной легенде такая трагедия вот этой Головинской Хатыни там было сожжено 49 дворов. Это небольшая деревушка. Но почему-то никто не говорит о том, что в то же время приблизительно в те же годы, чуть-чуть раньше, в конце 42-го года, там же была сожжена деревня Новая Слобода. Чуть менее тысячи дворов в этой деревне. Может быть потому, что в этой акции участвовали венгерские кредитные силы? Вероятно. Так что с точки зрения официальной версии Хатыни, Одесская Хатынь это абсолютно лживое сравнение, абсолютно лживое с точки зрения официальной версии. А с точки зрения версии, с точки зрения того, что происходило в реальности, когда мирные люди были взяты в заложную, когда был инициирован бой, и когда руководители, когда виновные этого боя отступили без значительных потерь, они потеряли по разным данным от трех до тридцати человек, и оставили мирное население под обстрелом, в этом смысле, с этой точки зрения, действительно, реальная Хатынь и Одесский Дом профсоюзов это одно и то же. Тоже мирные люди, люди, оболваненные пропагандой, были заведены в Дом профсоюзов и брошены своими руководителями на произвол судьбы. Вот в этом плане да, может быть, тогда Одесская Хатынь справедлива, но тогда нужно сказать правду и о Хатынь. Спасибо. И, коль уж зашла речь об этом термине, и я хотел бы дополнить Владимира и сказать, что существует еще одно мнение по поводу исторического вот этого раскрученного бренда Хатынь. Действительно начал он раскручиваться в 70-х годах и существует мнение, что это было сделано специально для того, чтобы подменить и затмить, как бы спрятать другую историю, которая происходила в другом месте и для того, чтобы спрятать расстрел офицеров в Хатыни. Поскольку эти термины, как бы названия очень похожи где-то, то именно для этого одна история как бы подменяла Ричарда Никсона привезли в Хаты для того, чтобы он почтил память польских офицеров. Польских офицеров, да, то есть сделано было это специально и если рассматривать с точки зрения большой лжи, то здесь вот эта история действительно, эти истории очень похожи. Мы действительно, наша группа уделила и уделяла очень большое внимание расследованию событий и опровержению всевозможных фейковых версий. Ну, фейковых уже мы можем это утверждать, потому что мы их опровергли. И в том числе вот версия, вот эта вот официальная версия советская, я имею в виду, версия Хатыни, она предполагала то, что, и это ключевой момент, то, что людей сгоняли в дома и закрывали. Тем самым, ну, даже вот вот этой вот версии официальной не соответствует то, что происходило на Куликово поле. И кроме того, что мы точно уже сейчас можем говорить о ходе течения самого пожара, мы четко определили временные рамки пожара и, собственно, динамику пожара. У нас есть многочисленные свидетельские показания, фактически, очевидцев, участников пожара. И ни один из участников пожара, ну, они, конечно, перенимают истории, и оно очень разрастается, свидетельства различными какими-то ну, в общем, подробностями. Но ни один из них не утверждает, что кто-то их сгонял в Дом профсоюзов. Ни один. Напротив, участники событий недоумевают сами, почему они туда забежали. и у меня, я вот вспоминаю показания Яниса, он активный участник Куликовцев, был активный участник Антимайдана, и он сказал, я не знаю, я не знаю, зачем туда побежали женщины и женщины, и я не знаю, зачем туда вошел я, но я туда вошел, потому что вошли все. И вот этот вот стадный инстинкт, который очень часто, его очень часто используют и в нынешней современной политике в том числе. Он делает людей предсказуемыми, фактически превращая их в серую вот такую безликую массу, и этой массой очень легко можно управлять. Что касается то есть и впоследствии точно так же свидетели рассказывают о том, что они сами собственноручно занесли туда горючие материалы, поддоны и так далее. Рассказывают о том, как они строили эти баррикады, рассказывают о том, как они кидали коктейли Молотова сверху, изнутри здания. И я не понимаю почему это все как бы самими куликовцами скрывается затем и превращается ну просто в политику, в политические лозунги и так далее. если мы вспомним предвыборную кампанию мэрскую и вспомним призывы Ибрагима Мориса за какие политические силы, за каких лидеров он предлагал голосовать, то становится понятно, что роль городской власти в данном случае не ограничивается только лишь непосредственным участием и непосредственным влиянием как властей собственно. Речь идет о том, что поддержка осуществляется на уровне предвыборной кампании, может осуществляться на уровне манипуляций. И мы четко знаем, что Куликовцы это именно то электоральное поле, на которое в своей предвыборной кампании полагался АПО-Блок и Блок Доверяй Девам и собственно лично Геннадий Труханов. И мы четко помним события нынешнего года, майские события, когда фактически с расподачи и спопустительства городских властей проводились несанкционированные митинги на Аллее Славы 9 мая. Когда под точно так же под лозунгами Донбасс мы с тобой и с криками Россия Ибрагим Морис привел вот эту группу люди себя называют родственниками побитших и привел их на 9 мая привел их на Аллее Славы. Вот это противостояние позволяет выкристаллизовывать и вот эта большая ложь по поводу хатыни позволяет выкристаллизовывать определенный сегмент общества скажем прямо я его считаю маргинальным маргинальным сегментом политикам позволяет осуществлять манипуляции этими людьми это мое мнение и я также считаю что существует очень серьезный недочет властей украинских в плане борьбы с такой ложью потому что осуществляется проект Одесская Хатынь и он международный этот проект выходцы из политической силы Радына участники это Олег Музыка провели слушание при содействии Жданок это латвийский по-моему европарламентарий по поводу вот этой фейковой Одесской Хатыни в Европарламенте это было еще в прошлом году летом и были представлены абсолютно фейковые заявления фотографии и видеоматериал который просто смонтирован на котором показывал был показан Виталий Будьков боцман это известные кадры для всех одесситов когда он стреляет из-за спин милиции из-за автомата Калашникова стреляет в сторону фанатов и евромайдановцев и вот закадровый текст говорил о том что это евромайдановец стреляет в сторону антимайдановцев то есть вот если посмотреть на это вот со стороны понятно вся глубина лжи которая используется со стороны политических сил заинтересованных в эксплуатации и этого бренда и этих людей в частности и вот это вот организованное и я считаю что катаемо на деньги Маркова хотя в общем-то заинтересованы могут быть много людей в этом по Европе и по всему миру в общем-то фото-выставка она также точно так же использует продолжает использовать родственников погибших и куликовцев антимайдановцев для создания своей фейковой продукции продолжают сниматься фильмы с абсолютно фейковым ложным наполнением и все это переводится на различные языки мира и все это выкатывается и все это показывается европейским зрителям к сожалению мы всеми силами мы пытаемся противостоять этой потоке лжи но для этого нужно необходимо финансирование и вот именно поэтому я считаю что еще и ну то есть я тоже не приветствую противостояния не приветствую ни одну ни вторую сторону которую противостояние осуществляет но я прекрасно понимаю что оно происходит именно потому что нет ответа властей Украины на то что происходит и в том числе и за пределами самой Украины спасибо Михаил просьба кратко потому что можно так перейти в меру сил спасибо что пришли спасибо что пришли конечно больше было журналистов потому что тема все-таки больная конечно она извечно больная и есть поводы это в общем-то и документы Совета Европы и полтора года вот эти вот небольшие столкновения которые были я в общем-то должен сказать что мы уже проводили такой вот совместный брифинг представителей Евромайдана и представителей экспертной фурналистской группы 2 мая значит ну тогда было чуть лучше организовано тем не менее нас огнеет но я беспокоен всех значит я как последний представитель Евромайдана выступаю нас трое это Арсен Леонид Исакович я очень благодарен Владимиру Владиславу представителям группы 2 мая и в общем-то если кто-то друг не в курсе это группа которая громадное бьет работы проделала и конечно честно говоря вот я удивлен немножко что мы так глубоко ушли в тему у Хатыни потому что может быть лучше действительно группа 2 мая рассказал бы о своих действительно важных документах я всячески рекламирую их сайт и блог там очень много информации а что касается Хатыни это просто пропагандистский прием конечно он действенный наверное и ну допустим если с другой стороны Россию называют Золотой Родой то это более обоснованно чем сравнивать пожар трагически с Хатыни ну наверное историю Золотой Роды мы не будем значит говорить я хочу говорить о том что обеспокоит действительно обеспокоит то что происходит нагнетание обстановки постоянной в общем-то эти митинги на Куликовом поле они являются ПВК я естественно отражаю точку зрения свою в первую основную очередь ну и так же в общем-то точку зрения евромайдановцев кстати у нас умеренные представители Вермейдана не радикально здесь представлены вот значит это постоянно действующая провокация потому что которая действует под прикрытием поминовения погибших ну конечно там эти встречи происходят не только второго человека каждого месяца а и раз в неделю и два раза в неделю вы можете собственно зайти на сайт эта организация она называлась Голос Одессы точнее на YouTube канал они выставляют сами видео у них какие-то периоды интенсивно зашкаливает это абсолютно то что является моей точкой зрения я думаю что наш Координационный Совет и Вермейдана думаю практически все собрасятся с этим что это абсолютно политическое движение сепаратистское движение и поминовение погибших является только прикрытием там действительно есть родственники там есть также люди с известной биографией такие как называвшаяся Мисс Кочановская баррикада Роза Центр Костик Максимишин это люди с определенной репутацией там есть реально политики Моис Ибрагим который политик он был даже я видел на одном из каналов Одесских на Первом городском в дебатах против представителя свободы он совершеннейший политик они занимались агитацией наиболее близких им сил в первую очередь ОПО Блока ну и в общем-то я зачитаю то что сам Морис Ибрахим говорит 2 августа в общем-то это важно я уже не первый раз обращаю внимание но просто это слова Морис Ибрахима есть видео я просто сегодня своими словами без видео ради того что они погибли ради того что они тут стояли и погибли ради этого мы продолжаем сюда ходить я уже говорил несколько раз и повторяю мы уже сюда приходим не только помянуть погибших мы поднимаем важные вопросы ради которых они погибли мы уже превратились в общественное движение я это тоже говорил и еще раз повторяю у нас много претензий к тому что происходит в стране как и были те претензии у тех ребят которые здесь погибли это вот сегодня утром я просто записал с видео то есть он называет это общественным движением по сути он является политическим и это что очень важно что вот это Куликово поле то что сейчас существует оно является продолжением того Куликово поле которое было вследствие известных событий разгромлено этот лагерь поукраинскими активистами то есть это Куликово поле является абсолютно политическим продолжением того Куликово поле которое было И они этого не скрывают. Естественно, они могут сделать намного меньше, но их взгляды на Украину, когда они говорят, что экономика Украины сдохла, аплодисменты, когда говорят, что Украина умерла, это абсолютно то же самое. Те люди, которые ходили в прошлом году под российскими флагами, они сейчас уже не осмеливаются тащить российский флаг, но это те же люди с теми же взглядами занимаются. И точка зрения моя, конечно, что эти, в общем-то, большинство Украины, я думаю, что тут вполне определенные, что эти митинги просто власть должна прекратить как сепаратистские мероприятия политические. Что еще хотел сказать, что вот я очень мало смотрю российское телевидение, причем я его смотрю мало не с 2014 года, а с 2001, потому что как журналист, в общем-то, когда Путин в 2001 негосударственный канал ЛТВ поставил под контроль, было понятно, для чего это делается, для промывания мозгов. И вот с 2001 года проходит промывание мозгов. Но иногда все же я смотрю телепередачи, и вот ТВЦ 9 ноября 2015 года, буквально на днях, в центре событий Санны Бохоровой, часть этой программы по Одессу, опять-таки, я прошу прощения за термин, но это достаточно свинская ложь, передергивание, все как обычно, путинской пропаганды, показаны вот эти вот небольшой инцидент, который был. Вот, это, кстати, печально, что происходят какие-то стычки и так далее, но это неизбежное следствие, на мой взгляд, попустительства властей, которые просто допускают это издевательство, эти митинги. Я что хочу сейчас акцентировать? Есть в этой истории очень большая трагическая, чисто человеческая сторона. Даже гибель одного человека, неважно с какой стороны, это громадная, гласальная трагедия. Но есть сторона и гражданская тоже. Наша страна оккупирована, точнее говоря, ее территории, это Крым в первую очередь и уже Донбасс. Мы живем в условиях, когда части нашей страны оккупированы. Мы не можем, не имеем никакого права на это закрывать глаза. И люди, которые оказались на стороне Голюкова Холля, они, может быть, они этого даже не поняли. Но после того, как они фактически поддержали аннексию Крыма Путина, они оказались реально предателями Украины, предателями своей страны, своего государства. Причем в полном и абсолютном смысле этого слова, потому что они поддерживали захват украинской территории другой страной. И, может быть, это люди, которые во многих отношениях великолепные. Может быть, они не поняли за 24 года, что Украина стала отдельной страной. Но это объяснение. Но, по сути, с гражданской точки зрения невозможно ставить на одну чашу весов людей, которые ходят под хвалом своей страны, и людей, которые ходят под хвалом страны-агрессора. И, естественно, представители Евромайдана, это люди, которые, в общем-то, именно как граждане Украины, очень остро воспринимают все эти события. И, естественно, для нас, вот эти митинги, это во многом просто издевательство. Потому что мы понимаем, что это никакое не поминовение погибших. То есть, естественно, на мороз не используется в той или иной мере. Но это абсолютно политический сепаратистский мероприятие для раскачки. И вот эта вот небольшая драчка, казалось бы, 20 человек пришло, потом пришло еще 10. Небольшая драчка. Ее показали и посмотрели 100 миллионов в России, да, примерно, по всем каналам. А, кстати, Одесса – это одна из основных точек удара путинской пропаганды. Вот когда, если вспомните, Порошенко, ему только один вопрос было позволено задать российскому каналу. Порошенко, и они его спросили на той пересадочной традиции про Одессу. Как идет расследование? Я прошу прощения еще пару минут вашего внимания. Хотелось бы сказать два расследования. Потому что Совет Европы, конечно, очень правильно встал наше расследование. На мой взгляд, тут все очень просто. И расследование, суд, все это продвигается совершенно ужасно. По одной главной простой причине. Потому что милиция была не только виновна в бездействии. Милиция, по сути, являлась и соорганизаторами всех этих событий. И они выделили под ручку сепаратистов перед нападением. В общем-то, тут почему-то очень мало говорится. То, что мне абсолютно хорошо известно, как человеку, который следил за информацией со стороны Евромайдана на неформальной основе. Но очень плотно. Начиная с ноября 2013 года и до мая 2014 года и дольше. И 1 мая было опубликовано на сайте «Взгляды за детцей». Есть представители этого сайта. Здесь у нас была опубликована перепечатка из соцсетей, что сепаратисты, дружина, они собираются под лозунгом равнения на Донецк, на Александровском проспекте. Это уже вышло из соцсетей. Потому что анонсы, это было анонсировано. Она была анонсирована, за счет свежего. Есть также сообщение адвоката Усатенко, которое тоже со стороны сепаратистов анонсировало то, что они собираются делать. Еще, уважаемые журналисты, хотелось бы подобретить внимание ваше, что недавно Егор Паснюк дал очень большое интервью. Это, опять же, человек, который ненавидит Украину, который был координатором в прошлом году антимайдана. Но, тем не менее, они знают, что все, что он говорит, является неправдой. И, мне кажется, он дал очень понятное объяснение, почему все это произошло. Потому что это произошло в два этапа. Они за несколько дней договорились встретиться на Александровском проспекте. И вот, когда они встретились, естественно, Евромыданы знали, что там может быть что-то. Была уже самооборона, были какие-то меры для осторожности. И, объективно, было много очень активистов украинских. И, конечно, люди, возникает вопрос, как случилось, что люди вменяемые, они бросились с меньшими силами на эту толпу. И почему-то вот даже эксперты, они считают это загадкой. А, в общем-то, Паснюк очень, по-моему, понятно объяснил, что, к сожалению, мы не смогли остановить Долженкова. Долженкова, который сидит очень часто под судом, под следствием. Они просто не смогли его остановить, а остальные уже побежали, так сказать, за этой группой наиболее агрессивно. И, в общем-то, как бы сначала они назначили место встречи, а когда они уже туда пришли, там такие люди умеренные понимали, что это безумие, то, что бросаться на толпу. Но Долженков повел своих людей, и, в общем-то, все это повело. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, у нас получилось еще много. Пожалуйста, вопросы. Я хотел бы просто напомнить, что пресс-конференция предполагает не только вступление, но и вопросы, и не оставлять вопросов времени, но и вопросов, это направление, которое я не уважаю. Это так. Мы очень вас уважаем лично и всех. А теперь, что касается вопросов. Первый вопрос у меня, Владимир Руссов. Короткий вопрос, простой короткий ответ. Вы говорите, что все, что там происходит с обеих сторон, с переводом третьей стороной. Что это за стороны? Я боюсь, что это некие консервативные силы. То есть, грубо говоря, это идеологи антимайданов все-таки. То есть, это, скажем так, те наши политики, очень консервативные взгляды в бывший регионал, которые подогревают... Я понял. То есть, вы не имеете в виду внешнюю силу, вы имеете в виду... Я не имел в виду, да, какую-то там внешнюю силу. Спасибо. Скажите, вот, у меня стоило немалых усилий спокойно реагировать на ваше выступление, но тем не менее, я думаю, мне же уже это удалось. Скажите, вы говорите, что были 2-го числа, про-ноября на Кульковом поле. Я там тоже был. От начала до конца. И вы не видели никаких провокаций, вы не видели потасовки, когда... Мне назвать человека, который это сделал, или вы знаете, как его зовут? Который просто подошел и начал рвать блокад, и потом этот блокад сжег в 10 шагах от тех, кто там стоял. Вы считаете нормальным явлением? Это не провокация, это не подступка. Это проведение уважения к другой стороне, которая происходит. Я правильно понял вас? Или вы этого не видели? Я не считаю, что это нормальное явление, но хочу еще раз подчеркнуть. В течение месяца готовилась провокация со стороны Куликовки. Об этом было известно. И если какие-то возникали эмоции и такого рода противодействия, то они были ответом... Ответом на что? Ответом на реальную провокацию. Между прочим, вы можете обратиться к сотрудникам милиции, которые в тот вечер стояли там кордоном, и они вам подтвердят, что была попытка войти в Дом профсоюзов. Зачем? Зачем готовилась эта провокация? Откуда войти? Через забор перелезть? Прямо с фасада войти? Я прошу прощения. Ладно. Дискуссия у нас просто. Так, теперь еще. Скажите, вы сказали претензии в адрес городских властей. Ну, ряд претензий, в том числе то, что они не реагируют. Скажите, ну вы сами сказали, по-моему, что городской голод должен быть мировым всех ВДС. В том числе, вероятно, и тех, кто не разделяет ваш взгляд. Вы согласны с этим или нет? Разумеется. Или те, кто не разделяет ваш взгляд, уже не имеют права на взгляд? Стоп. 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 У меня все. Отвечу просто. Поскольку и господину Труханову, и всем остальным хорошо известно, что Куликово поле сохраняет свой провокационный характер, то и Труханов, и горы с полком имели неоднократно возможность предотвращать эти провокации. Чисто процедурно прокомментирую. Когда планировалась пресловутая фотовыставка «Одесская Хатынь», я лично и представители других майдановских организаций обращались к городским властям с требованием через судебное решение запретить эту фотовыставку. Когда мы в ответ на планируемую фотовыставку объявили свою акцию, суд состоялся. Городские власти по процедуре имеют право обратиться в административный суд. Суд состоялся. Представители милиции обращались к судье Катаевой, чтобы она запретила обе акции. Мы были согласны на то, чтобы были запрещены обе акции. И Куликовская, и наша акция. Какое решение было вынесено? Нашу акцию запретили. Куликовскую акцию не запретили. Кто стоял за этим решением? Городские власти имели полную возможность подать апелляцию на данное решение, прекрасно понимая, что оно может спровоцировать новые столкновения. Не было подано апелляции со стороны гор-исполкома. Я лично, как участник процесса, подавал апелляцию. Но со стороны гор-исполкома, со стороны Трухадова, не было сделано ни малейшей попытки предотвратить возможные столкновения. Если этих столкновений и не было, то заслуга не Труханова, а заслуга в данном случае сотрудников милиции. Спасибо. Спасибо. Я хочу добавить вот этот важный вопрос, потому что я еще, разрешите сказать, что здесь собрались не радикальные представители Ярова Майдана и Курковинских сил, но радикальных активистов очень много. И, разрешите еще раз сакцентировать, происходит постоянное нагнетание давления и постоянное нагнетание политического напряжения. И Курково поле в нынешнем виде является продолжением предыдущего Курково поля, является рассадником сепаратизма. Идет испытание терпения толерантных, лояльных граждан Украины. Вы понимаете, потому что там собираются люди, которые ненавидят Украину и хотят ее разрушить. И вот все, что они могут, это они делают. Все, что они могут, пока что, это создать картинку для российских каналов. Это тоже немало. Понимаете, и украинские активисты, в принципе, вот они находятся в состоянии, скажем так, в состоянии терпения, которое может оказаться на исходе в Украине. И никто это... В дополнение, еще раз, чтобы закрыть тему. Те, кто приходят на Курково поле, в том числе их главари, Ибрагим Морис и История Мачутко, принимали участие в акциях так называемой «Новой Бессарабии», которая не имеет никакого отношения к событиям 2 мая и является абсолютно сепаратистским проектом. Это политика. Еще раз подчеркиваю, «Новая Бессарабия» не имеет никакого отношения к событиям 2 мая, но там фигурируют те же самые персонажи. Мой История Мачутко, совершенно очевидно, что это политик и провокатор. Если этот цитаток кого-то интересует, то, что я зачитал, у меня есть распечатанные, с удовольствием передо мной. Пожалуйста, вопросы. Кто-то из вас может прокомментировать активизировавшийся обмен посланиями на заборе, на Куриковом поле. Я понимаю, что это частность, но, по-другому, это тоже создает и картинку, и какой-то здесь момент провокации. Могу прокомментировать? Пожалуйста. Во-первых, усилиями активистов, в данном случае не нашей группы, а активистов Автомайдана, забор сначала был выкрашен в цвета государственного флага Украины. Накануне 2 ноября забор был перекрашен в черный цвет. После этого представители Автомайдана, это они не скрывали, выкрасили этот забор сверху в красный цвет. Получились цвета флага украинского казачества, украинской повстанческой армии. Кстати, его ошибочно называют флагом правого сектора. Для того, чтобы был правый сектор, там должны быть стилизованы трезубки и надпись. В ответ на последние воскресные акции представители куликовцев сначала добавили еще раз черные краски, а потом сделали провокационную надпись, что под этим флагом убивали одесситов. На мой взгляд, абсолютно провокационную, потому что, извините, для этого нужно было бы доказать непосредственное участие людей и показать на видео, что под этим флагом осуществлялись какие-то действия. В ответ была новая надпись «Украина понад УСЭ». Это может выглядеть шоу. Дай Бог, чтобы у нас все ответы выглядели достаточно мирно, хотя бы только так. Но еще раз подчеркиваю, к сожалению, те, кто собирается на куликовом поле, те, кто организовывает эти сборища, они ведут провокационную работу. И мы туда приходим не для того, чтобы вступать с ними в столкновение, а для того, чтобы обращать внимание городских властей и общественности. До тех пор, пока эта точка, провокационная, сепаратистская точка, не будет закрыта в законный порядок, законными способами, по судебным решениям, мы будем туда приходить, мы будем обращать внимание. И еще раз подчеркиваю, закрыть эту точку, обязанность городских властей, их полномочия, не губернатора. Он не имеет права обращаться в суд. Это полномочия только города, персонально Труханова и горосполкома. Спасибо вам. Еще вопрос? Вы знаете, вот вас хворю, что действительно очень важный вопрос задали, потому что мы об этом не говорили. Это война надписей, это вот такой очень ясный сигнал властям, что происходят вещи ненормальные, взрывоопасные. В переносном смысле, но понятно, что ничего хорошего за этим следовать не должно. Когда начинается уже какой-то накал с тостей, он выплескивается на забор, а куда он дальше пойдет, мы не знаем. Спасибо. Последний вопрос, пожалуйста. Можно узнать, установлено, кто разрешал размещать палатки на Куликовом поле. Там были три палатки до 2 мая, и люди шли именно эти палатки уничтожать. Кто разрешал? Областные власти, городские, в центре города. Причем их не раз люди требовали убрать, и городские власти так же, как и сейчас, не реагировали. Или кто-то, или областные власти, кто... Значит, я сейчас возьму здесь, скажу то, что я знаю. Несколько мне известно, тогдашний глава обл. администрации Немировский, несколько раз обращался к милиции, чтобы палатки были убраны. Но милиция не выполняла обращение Немировского, палатки были оставлены. Несколько мне известно, милиция считала, что тем самым, они как бы, официальная версия, что они как бы смягчают события и уменьшают напряженность. Я не буду оценивать действия милиции, я просто говорю той информацией, которая у меня есть. Я... Извините, ну вот палатка Ивра Байдана, которую хотел поставить, была снесена там за... Я знаю, да. Ну, я говорю, то есть здесь ситуация, это нужно говорить о действиях милиции этого периода, оппозиции депутатов, Дашкина депутата Верховной Ради. Первая большая тема. Да, это отдельная, очень большая тема. О полномочиях милиции, о том, кто занимался этим и так далее. Значит, я сейчас хочу сказать одну вещь. Значит, вот Дима задал вопрос о поводу того, кто финансирует. И Владимир дал такой вот очень осторожный ответ. Значит, я не могу сказать, кто финансирует сейчас. Я не имею в виду. Я сказал, кто финансирует, а тот, кто стоит. Да, да, да. Но фактически кто стоит, кто финансирует. Так вот, я прямо получил ответ от одного из людей, который был связан с Майданом, с Антимайданом. Ответ напрямую, кто стоял за финансированием этого, которое я получил. Тогда, в феврале месяца, в феврале 2014 года, где было прямо откровенно сказано, что за этим стояло российское посольство, российское посольство в Одессе. Прямо, откровенно. Ну, это было сказано в личной беседе. И, естественно, что... Как бы это лично... Но здесь не было сказано с тем, чтобы обмануть. То есть человек просто прямо спокойно был сказан. Все. Это я единственное, что тебе добавил. Спасибо. Я могу... Я могу... Миша, я могу... Сейчас не будет бред, но у них нет бреда сейчас. Сейчас не будет. Я поставил у вас вопрос, пожалуйста. Нет. Извините. Понятно? Что ситуация, вот так, как она развивается, она почти безвыкновенная. Потому что вот если радикальные активисты не будут ходить, если РСН не будет приходить, который не радикальный, но, тем не менее, приходит и какое-то сдерживающее влияние оказывает, они будут собирать больше людей. И все равно это вылезет в какие-то нехорошие вещи. Понимаете? Вот это вот попустительство, оно пагубная политика. И просто власть за него голову писал. Ну вот, когда представители Куликово поля на Таирово организовали свой митинг, там Морис Ибрагим призывал одесситов всех приходить на Куликово поле, всех жителей Таирово, чтобы они присоединялись. Ну, конечно, им картинка, чем больше людей, тем лучше. Подерутся хорошо и побьют замечательно, если кого-то больше показать. Куликово поля на Таирово.